Поздней осенью 1880 года в столице, в интеллигентной семье коренных москвичей родился Борис Бугаев, известный нам как писатель Андрей Белый. Будущая звезда Серебряного века рос и воспитывался в атмосфере двух противоборствующих стихий, математики и музыки, что неизбежно отразилось в его поэзии. Мама была на стороне музыки, отец, известный математик, профессор, основатель математической школы, был помешан на цифрах и расчетах. Для всех это была обыкновенная московская семья, но мало кто знал, какие страсти разгорались там, за закрытыми дверями. Меня раздирают на части, я вновь перепуган до ужаса, я слышу слова о разъезде, я слышу, что кто-то матери предлагает развод с отцом. Но отец не хочет отдавать меня и мама из-за меня остается в доме. Напишет в своем дневнике поэт. Эта история началась задолго до появления на свет знаменитого поэта. Семья называла ее звездочкой, Сашенька была невозможно хороша. По матери она принадлежала к крепкому купеческому роду Жилвуновых, а отец был незаконным сыном, ужасно знатной особы, а об этом в семье старались не говорить. Женить бы на купчихе в 1855 году позволила Дмитрию Егорову, так он назывался официально, вполне комфортно устроиться в жизни. А три года спустя на свет появилась звездочка. Старшую девочку в семье обожали и боготворили. Сашенька этим пользовалась и вертела родителями, как хотела. Особенно ее любимым папенькой. Окончив четыре класса гимназии, она пожелала продолжить обучение уже дома, никто возражать не стал и в московский особняк Егоровых потянулись учителя. Музыка, литература, иностранные языки, звездочки все давалось легко. Правда, особого интереса к учебе она не проявляла. Если бы родители оказались чуть настойчивее и построже, то Сашенька добилась бы впечатляющих результатов. Но ее баловали, носили на руках и просто любили, отчего красивая и всегда нарядная девочка выросла капризной, непослушной и дерзкой. «Моему ангелу сошьем к свадьбе платье в Париже», весело рассуждал Дмитрий Егоров. «Самое лучшее». Для этой юной особы готовили блестящий брак с сыном богатейшего фабриканта Алексея Абрикосова. По рукам ударили, когда Сашеньке было всего-то 10 лет. Теперь следовало только ждать. Но планам семьи не суждено было сбыться, глава семейства Егоров скоропостижно скончался, и вся его коммерция в одночасье рухнула. Мать звездочки была в растерянности, она оказалась не настолько талантливой, к тому же без опыта, чтобы взять управление делами в свои руки. У многих купеческих дочек иногда это отлично получалось, но не у нее. Выросшая в неге и достатке, обожаемая мужем, она умела только выбирать дорогие эффектные наряды. Наступало смутное время, когда эти таланты ей больше не требовались, вскоре звездочка, и ее мать оказались на пороге нищеты. Абрикосовы сразу разорвали помолвку. Тянуть на себе финансово утопающих наследников они не захотели. Сашенька, к тому времени цветущая и красивая молодая барышня, была сильно подавлена. В тот период она пережила настоящий нервный срыв, который сказался на всей ее последующей жизни. Из завидных невест в беспреданнице. Как такое могло с ней произойти? Какой удар для гордой и самолюбивой девушки? Но одного у нее нельзя было отнять молодость и красоту. На это и вся надежда. Вздыхая, говорила вдовая мать. Ты, Сашенька, только не провыбирайся. Нам ждать помощи неоткуда. Встретишь хорошего достойного человека, сразу иди замуж. Благословлю. Все наряды для московских сезонов шили почти, как Скарлетт О'Хара, отказывая себе во всем, чуть ли не из домашних портьер. Главное было представить звездочку в наилучшем виде. Очень скоро в городе заговорили о красавице Александре Дмитриевне, на которую засматриваются окружающие. Да только замуж никто не звал. О бедственном положении Егоровых всем было хорошо известно. Но в женихи неожиданно набился профессор Николай Бугаев. На 20 лет старше, человек с карьерой и прочным положением. О знакомстве своих родителей писатель Андрей Белый писал в своей книге «На рубеже двух столетий» с отцом познакомилась она на предводительском балу. Отец был поклонником женской красоты, но чтил в красоте какие-то геометрические законы, соотношение лба, носа, рта, геометрию линии лица. Отец, увидев мать, увидал искомую им формулу соотношения пропорций, три раза делал он предложение. Мать согласилась. Мать Сашеньки толкала дочурку изо всех сил, не упусти. Профессор Николай Бугаев отлично понимал, что со стороны девушки нет ни малейших чувств. В письме от 7 января 1878 года прямо распекал Сашеньку за холодность. «Вы так спокойно рассчитываете все выгоды вашего личного я, что можно подумать, заключаете сделку на любовной бирже». Говоря по правде, Бугаев и сам совершал сделку. Не единожды он упоминал, что выбрал звездочку только по одной причине, она была идеальна. Контур ее лица, черты, гибкая фигура. Профессор твердил о пропорциях, которые его впечатлили. Он был помешан на них. По сути, Сашенька и Бугаев совершали взаимовыгодный обмен. Она ему отдавала свою красоту и молодость, он ей деньги и положение в обществе. Но в этом союзе все с первой минуты пошло не так. При обоюдном расчете супруги упустили из внимания чувства, простые человеческие чувства. И Сашенька Бугаева, жена профессора, возненавидела мужа с первой же ночи. Ей было до того противно, что муж легко читал это по лицу красавицы Сашеньки. И возненавидел ее еще сильнее, чем прежде. Он был почти старик, она почти ребенок, позже напишет Андрей Белый. И всю жизнь будет считать, что они совершили роковую ошибку. В том же году у пары родился мальчик, названный Борисом. Но с того самого времени красавица не могла думать о муже без отвращения. Она сделалась нервной, дерганной и словно бы наэлектризованной. Эти нервы последствия трудных родов, позже напишет Андрей Белый, беззаконие учинил я перед мамой, явившись перед ней. Николай Васильевич Бугаев недолго служил и на всю жизнь зауважал жесткую военную дисциплину. Так что дома развернулась настоящая бытовая травля. Красавица должна была отчитываться о своих тратах, ей не позволялось ничего, что супруг считал лишним. Приглашать гостей по особенному распоряжению Бугаева и только по особенным праздникам. По образу мышления профессор Бугаев, конечно, казался стариком рядом со своей прекрасной молодой женой. Она же воплощенная юность и очарование. Выглядела намного моложе рядом с ним. Не наигралась, не натанцевалась, не успела насладиться в полной мере своей властью над кавалерами. Конечно, они ссорились. Бурно, громко, не стесняясь прислуги. Красавица Александра Дмитриевна так ненавидела профессора Бугаева, что старалась и сыну внушить то же чувство. А едва видела, что в нем пробиваются отцовские гены, принималась искоренять их изо всех сил. Она даже не хотела, чтобы мальчик учился. Лишь бы не был похожим на своего мрачного, слишком серьезного и чересчур требовательного отца. Бугаев, в свою очередь, не упускал случая пройтись по легкомысленной жене, таковой он ее считал. Звездочка и профессор жили как на вулкане. Все это больно ранило неокрепшую психику будущего писателя. С годами это проявилось в странностях его поведения, неумении находить общий язык с окружающими его людьми. Вне себя от негодования, из-за нападок мужа, звездочка даже принялась наряжать Борю в девичьей платице. Мальчики и без того носили их до определенного возраста, но мадам Бугаева не возражала, чтобы ее единственный сын подольше оставался маленьким. А когда Боре было четыре года, он впервые услышал слово «развод». Профессор же не собирался даже обсуждать эти глупости. А попытки жены настроить сына против себя воспринимал с удивительным хладнокровием. Боря, чтобы угодить матери и отцу одновременно, прикидывался перед Александрой Дмитриевной недалеким малым, как ей и нравилось, и старался при этом заслужить уважение отца. 29 мая 1903 года пожилой профессор Бугаев покинул этот мир. Его все еще красивая вдова вздохнула с облегчением и переключила все свое внимание на сына. Деспотичная манера, с которой она обращалась к нему, больно ранила Борю. С каждым разом он отдалялся все дальше и дальше, бунтовал, пытался быть самостоятельным и дерзким. Мать же злилась и называла Борю неблагодарным, по-другому она уже не могла. Вулкан никуда не делся, поменялись лишь персонажи. Сашенька считала свою жизнь загубленной тяжелым и мрачным человеком. Бугаев в точности тоже думал про жену. Однажды прекрасная звездочка взошла на небосклоне, но тепла так никому и не дала. Ее сын, ставший знаменитым писателем Андреем Белым, не раз переосмысливал происходившее в его семье, в своих произведениях. Но и он не смог дать ответа на вопрос, зачем нужно было все это? Почему два близких ему человека так долго мучили друг друга? Звездочка погасла в 1922 году. Андрея Белого не стало в 1934. За несколько лет до этого, в Коктебеле, он пережил тяжелый солнечный удар. И, как говорили врачи, возможно, именно та история сильно подломила его здоровье. Мамочка оправляет наряд, мамочка моя как картинка. Так о своей матери писал Андрей Белый в повести Котик Летаев.